Ужасное состояние дорог, отсутствие уличного освещения, устаревшая инфраструктура – вот лишь часть проблем, с которыми жители подмосковных военных городков мирились годами. Теперь часть поселков, расположенных на территории Одинцовского района, передали местным властям. Однако эта работа встречает постоянное сопротивление Министерства обороны. Взаимоотношения с Министерством обороны ужасные, ужасно трудные и передача военных городков. Я бы хотел высказать позицию, именно которую губернатор провозгласил и которая сейчас проводится в Московской области. Главный тезис, что чем быстрее мы примем военные городки, тем быстрее мы наведем в них порядок. Особые опасения властей вызывает Кубинка-10. Обслуживающая 5000 человек котельная находится на территории воинской части, а потому доступа к ней местные коммунальные службы до сих пор не имеют. Если встанет котельная, с одним котлом, все мы идем в этом году, с одним, без автоматики, если встанет, все включат, все нагреватели какие есть, будут спасать своих детей и стариков. Один кабель, о котором мы еще скажем, он полетит. Он у нас на 9 мая вылетел. На 9 мая. По информации кубинских властей, ответственная организация уже некоторое время сокращает личный состав и зарплаты рабочих. Таким образом, работа в сфере ЖКХ значительно замедляется. Именно поэтому чиновники отправили несколько запросов в правительство области с просьбой содействовать в разрешении вопроса. Чтобы реакция была настолько серьезной, чтобы в ближайшее время были приняты меры. Были приняты меры к ремонту котельной, к восстановлению штата, к тому, чтобы, наконец, хотя бы дали горячую воду. На сегодняшний день есть горячая вода? Нет. Районные власти находятся в постоянном контакте с местными жителями и заинтересованными ведомствами. Ответственным организациям даже предложили помощь муниципальных рабочих бригад. Однако перспективы этой инициативы до сих пор туманны. Должны быть завершены работы по нашим гражданским объектам. И после этого мы сформируем бригады, которые смогут в случае необходимости помочь на тех объектах, которые будут не успевать подготовиться к зиме. Несмотря на сложности, работа по подготовке военных городков Одинцовского района к зимнему отопительному периоду не останавливается. Однако местные власти признаются, поселение нужно принимать на баланс как можно скорее. Только так можно будет гарантировать людям спокойную жизнь.